Сейчас мы приехали недалеко от Чехловки, к гвардейке, и мы приехали к мужчине, который без ноги, ему оторвало ноги во время боевых действий, которые происходят у нас на Донбассе, оторвало ногу, и привезли ему продуктовый набор. Вот мы видим манежек, буквально вчера у него дочка, к сожалению она тоже по ряду обстоятельств осталась с матерью одиночкой и родила вчера мальчика. И вот собрали здесь манежек, а мы привезли продукты, мы привезли продукты благодаря жителям Сургута, благодаря управляющей компании Юрга Гидрострой, которая жертвовала свои средства. Мы привезли продуктовый набор, и средства были жертвованы на фотовыставке Донбасс в огне, которая организовала движение антивойна, антивойна Сургут концерт. И вот в дальнейшем мы будем обязательно помогать этой семье. А сегодня мы привезли продукты для того, чтобы родители девушки могли каким-то образом приготовить и кушать, встретить ее с больницы. А у меня уже есть для нее кое-какие подарки, вот она придет в больнице и мы ей тогда вручим. И все нормально будет, обещали все потом выписать. Это отлично. Единственное, что получилось, из-за чего она сейчас в боксе, это она у меня маленькая ростом, крупный плот был. И ей подрезали, чтобы она сама смогла родить, чтобы не кисарить. И вот это швы, все дела. А сейчас она лежит, и ребенок с ней вместе. Ну, правда, ребенка подают, и что вставать еще нельзя. Ну, сказали, что до субботы, если все так пойдет, как и сейчас идет, все нормализуется в субботу, и вытащим. Дай бог, дай бог. Завтра вот уж пацаны отвезут уже на выписку конверт приготовили, и все это дела. Я тогда же будем договариваться с кем-то, чтобы кто-то что-то в машине замыкал. Ну, ничего, я думаю, в субботу вас выпишут, а я еще раз к вам приеду, и уже, как говорится, в гости к малышу. Да, с ней пообщаетесь уже. Спасибо, люди, вам огромное, что вы помогаете таким семьям, которые не могут полностью обеспечить сами себя. Огромное вам спасибо и низкий поклон.